Очередной футбольный уикенд, очередная порция эмоций, наслаждения, удивления и еще чего-то. Рад приветствовать всех подписчиков, а также гостей канала. С вами Юрий, канал Диванный Футбол. И сегодня мы будем обсуждать матч Ливерпуль-Челси, Арсенал-МЮ. Также поговорим о матчах Ла Лиги с участием Барса-Реала, а также с участием Ювентуса и Аталанты в серии А. Начнем мы традиционно с АПЛ. Самый первый матч, самый первый интереснейший матч, это был матч Ливерпуль принимал Челси. Здесь, конечно же, для украинских фанатов он был интересен тем, что дебютировал новичок команды Михаил Мудрык. О Мудрыке мы будем говорить немного позже, так как он вышел на замену уже в начале второго тайма. А поговорим о том, что же делали команды в начале матча, особенно в первом тайме. Первый тайм, как по мне, остался за футболистами Челси. У них больше было огня в глазах, у них больше было желания. Они уже в начале первого тайма забили гол, но этот гол не засчитали по причине офсайда. Сделал это Кай Хаверц. Но, повторюсь, больше было желания огня именно в глазах футболистов Челси. Я не знаю, что происходит с Ливерпулем, я не знаю, что творится внутри клуба, я не знаю, что творится в раздевалке клуба. Но это уже не первый матч, и не второй, и не третий, где тяжело сказать о чем-то хорошем. Были, конечно, какие-то выпады в этом матче, были какие-то стремления, понятно, что-то сделать. Но как-то это так смотрелось все примитивно до такой степени, что сказать как-то что-то хорошее, ну, язык не поворачивается. Отвратительная реализация у футболистов Ливерпуля. Также футболисты Ливерпуля часто попадали в офсайды, и в этом матче они вели себя агрессивно. Футболисты Ливерпуля в этом матче в основном атаковали через правый фланг, а также через центр. Большинство атак заканчивалось ударом с дальней дистанцией, и уже традиционно команда Юргена Клопа предпочитали передачи с флангов. Футболистам Челси также нельзя присудить хорошую реализацию. Реализация была ужасная, хотя они больше заслуживали на победу в этом матче. Что кидалось в глаза, это количество отборов. Ну, здесь, наверное, это связано с желанием команды вырвать, выгрызти в этом матче очки. Отбор в этом матче были за футболистами Челси. Команда Поттера играла по всей ширине поля, атаковали футболисты Челси через левый фланг, а также предпочитали передачи в разрез. И также футболисты Челси предпочитали короткие передачи. Футболистов Челси в этом матче хотелось бы отметить блестящую игру Кепы Ариса Балаги. Также мне очень понравился полузащите Жоржиньо, Зиеш. В нападении мне понравился Кай Хауэртс. И также Михаил Мудрик очень достойно провел свой дебют, очень достойно. У него было три момента. В первом моменте он практически забил, он просто не попал, ему не повезло. Видно было, как он волнуется. Но это понятно, на футболиста оказывается серьезное давление. Футболист молодой. Именно такая самая история, как с Дарвином Нунесом. Не дай бог, чтобы она повторилась. Я надеюсь, что у Михаила Мудрико начнет все получаться намного быстрее в Челси. Второй момент у Мудрико был, когда он начал контратаку. И он уже убежал от Милнера, который просто скосил его. Здесь тоже Михаил Мудрик продемонстрировал замечательную, прекрасную скорость. Было видно, что там Милнеру приходилось столько, он вынудил Милнера спалить на себе. И третий момент. Михаил Мудрико создал, он его создал, он отдал передачу немножко правее на футболиста Челси. И сам уже с партнерами выходил в район 11-метровой отметки. Если бы эта атака прошла, был бы замечательный гол и было бы, опять повторюсь, замечательное начало атаки у дебютанта лондонского Челси. У украинского дебютанта лондонского Челси. Поэтому, повторюсь, дебют отличный. Ну, лучше было бы, если бы он, конечно, забил гол, но все равно очень достойно он смотрелся на поле. В составе Ливерпуля можно выделить неплохую игру Алисона. Также защитная линия отстояла достойно. Канатек, Гомес и Робертсон сделали все возможное, чтобы футболисты Челси не смогли распечатать ворота Ливерпуля. В полузащите мне лично больше всего понравился Тьяго Алькантара. И в нападении Салах как-то серо смотрелся. Были у него моменты, но это не был тот Салах, которого мы привыкли, игру которого мы привыкли наблюдать. А нидерландец Габко, ну, в принципе, достойно смотрелся. Ну, по крайней мере, мне он понравился больше, чем Салах. Резюмируя, команды играют 0-0. Обе команды хотели, конечно же, победить. Обе команды находятся в затруднительном положении с точки зрения турнирной таблицы, с точки зрения эмоционального состояния. В общем, в прессе поговаривают, что у Поттера и у Клопа под ними начинает шататься кресло тренерское. Ну, насчет Поттера я еще как-то могу это допустить, хотя опять сейчас винить Поттера в чем-то бессмысленно. Сейчас у команды до такой степени глобальная перестройка, она связана и с лазаретом. Ну, я имею в виду, она связана с травмированными футболистами. Руководство поменялось полгода назад. В общем, очень-очень много происходит таких событий, на которые Поттер в совокупности повлиять глобально пока не может. Конечно, если после вот этих вот покупок зимних он не покажет каких-то достойных результатов, конечно же, летом с ним надо будет прощаться. Тренер, в принципе, перспективный, тренер думающий, тренер тактик. Он это доказал в процессе своей карьеры с Брайтоном. Ну, лично мое мнение, рано ему еще возглавлять было такой клуб, как лондонский Челси, с таким багажом ответственности. По поводу Юргена Клопа, здесь все просто. Здесь надо вливание, трансферное вливание и немного времени. Юрген Клоп уже не раз в своей карьере доказывал, что он умеет делать результат. Не здесь и сейчас, но умеет. Еще раз резюмирую, команды сыграли 0-0, но, если честно, победу больше заслуживала команда из Лондона. Что ж, идем дальше. Следующий матч в АПЛ, это был матч, Сенал принимал МЮ. Арсенал, который после первого матча осенью, после поражения своего в логове в Манчестеру на этот, он хотел сделать реванш. Он хотел доказать, что они не зря находятся на первом месте. И команды подходили к этому матчу, конечно же, с большой долей ответственности, так как Арсенал шел на первом месте, а команда МЮ, Эрика Тенхага, шли они на третьем месте. Поэтому здесь очки нужны были как воздух всем, о чем говорить. Что ж, кто не смог помочь в этом матче у Арсенала? У Арсенала на травме были Габриэль Жежус и Эльнени. У МЮ, конечно, список был подлиннее. Это был Казимира, у которого перебор желтых карточек. Также травмированы были Санчо, Далот, Марсиаль и Ван Дебек. Как бы не такие уже прямо ключевые футболисты. Ну, если не считать, конечно, Казимира. В принципе, тоже хорошего мало. Команда Микеле Ортете живо начала матч. Они начали прессингровать, атаковать. Они пытались быстро открыть счет. Но Эрик Тенхаг уже дал всем понять, что, особенно с уходом Крисчана Роналду, в его команде дисциплина на высшем уровне. Реально, команда из МЮ играла очень дисциплинированно в первом тайме. Они отбивались, они садились очень низко. Но они отбивались. И вот эти вот контр-выпады, они были очень опасные. В одном из этих контр-выпадов блестящий гол забил Маркус Решфорд. Хорошее голевое чутье у англичанина. Он с левого фланга сместился немножко в центр. И он пробил ровно в то время, когда защитники Арсенала ограничили видимость своему киперу. И поэтому Рамсдейлу было очень тяжело справиться с этим достаточно сильным ударом. Он этот удар изначально не видел. Он понимал, что кто-то там бьет из-под защитников. Но на все 100% он не мог контролировать ситуацию. И поэтому Решфорд забивает красивым ударом в ближний угол. Счет становится 1-0. И команда Микеле Артеты... В принципе, ничего не поменялось после этого. Команда Микеле Артеты, они дальше начали продолжать наседать на ворота МЮ. И в принципе, добились уже в первом тайме. Они своего добились. Счет становится 1-1. Делает это Кетя. Делает это, в принципе, ну не то, что очень красиво, но эффектно замкает передачу. Следующий гол, конечно, забил красавчик. Гол забил Сака. Сака воспользовался моментом, когда у Дехея уже будет ограниченная видимость. Из-за того, что перед ним стоят свои защитники. И Сака пробил в мертвую зону от Дехея. Там реально Дехея был бессилен. Такие удары, ну, единицы вратарей берут. И то, это надо знать точно, куда будет пробивать твой соперник. Счет стал 2-1. По игре опять ничего не изменилось. Рисунок остался тот же самый. Арсенал атаковал, наседал. МЮ отбивался и делал контр-выпады. На перерыв команды ушли со счетом 2-1. И уже в начале второго тайма МЮ делает счет 2-2. Хотелось бы отметить бойцовские качества Лиссандра Мартинеса. Ну, не то, что новичка. Ну, да, в этом сезоне новичка команды, который забил такой необычный гол головой. Многие футболисты на его месте замыкали бы эту передачу, или этот отскок, как его назвать, ногой бы били поворотом. Он так как-то нырнул, как дельфин, снизу вверх. И ударил, на самом деле, головой в такую мертвую зону, что там даже защитники Арсенала не смогли, не сумели они вытянуть этот мяч. Счет становится 2-2. Очень это обрадовало, конечно, тренера Тенхага МЮ. Но Арсенал, в принципе, еще не поменялось. Арсенал как наседал на ворота МЮ в первом тайме. Так он это делал и во втором тайме. Единственное, что, конечно, во втором тайме МЮ более глубже сели в защиту. И они больше отдали мяч Арсеналу, я имею в виду, о владении мячом. Так как в первом тайме владение было практически равным. Во втором тайме, естественно, при счете 2-2, команда Тенхага пыталась удержать преимущество и делала опять акцент на контратаке. Контратаки не получались, но контратаки были не то, что они были достаточно опасными, но достаточно интересными. Маркус Решфорд демонстрировал нам свою скорость, свою технику. Не получалось. Я уже говорил то, что команда Тенхага очень низко села, они очень классно оборонялись и футболистам Арсенала было очень-очень тяжело вскрывать эту защиту. Но местами они пытались вскрывать такую надежную защиту МЮ. Не получилось у Мартина Эдегара, у которого хорошее голевое чутье, но он бил поворотом и, скорее всего, забил бы гол, но здесь хорошо среагировали защитники, которые не дали ударить в створ. Дэвид Дэхэ отлично отыграл. Он при счете 2-2 сделал замечательный сейв на уверенности, сейв на опыте. Ну, просто замечательный сейв. Я не знаю, кто бы из вратарей АПЛ такое сделал в таком моменте, наверное, бы единицы это сделали. Почему и Дэвид Дэхэ до сих пор остается таким важным футболистом для МЮ, несмотря на свой возраст. Но все-таки под конец второго тайма футболисты, под конец матча футболисты Арсенала добиваются своего. Забивают решающий гол Китя. Уже измотали футболисты Арсенала футболистов МЮ. И в конце матча МЮ пропускает. Такой, конечно, обидный для себя гол. Что сказать? Если вернуться бы к результату 2-2, и сказать, справедливый бы это был результат для МЮ, я скажу, что да, справедливый. Если смотреть на игру, и, к примеру, МЮ бы выиграл, ну, я бы сказал, что несправедливый. МЮ не заслуживал на победу. То есть, в этом матче заслуженная была бы абсолютно ничья. И, конечно же, как получилась, заслуженная победа лондонского Арсенала. Футболисты Арсенала в основном атаковали через центр поля. Футболисты МЮ большую часть своих атак проводили через левый фланг. По составам. В составе Арсенала хотелось бы мне выделить блестящую игру в защите Александра Зинченко. В полузащите моя версия лучшей был это Гранит Джака. И, конечно же, но нельзя не упомянуть о нападении Сака и особенно Нкетя, который стал героем матча. МЮ. Блестящую игру выдал Дехея, там, где Мок выручал. Защитная линия. Хотелось бы выделить отличную игру Александра Мартинеса, а также Ван Бесаки. Варан и Люкшоу провели этот матч гораздо хуже. И еще кого хотелось бы выделить это Мактоминой, Решфорд, а также Фернандеш, который традиционно уже очень полезный для МЮ. Подытожим. Команда Артеты продолжает наращивать расстояние от команды Пепа Гвардиолы от Монсити. Расстояние между ними таки осталось 7 очков. Чемпионский дух присутствует. Видно, что у команды Артеты он есть. Это было видно еще в прошлом туре против Тоттенхэма. Это было видно и сейчас, когда команда, ну просто команда из Немагу вырывает, вытягивает моменты и забитые голы. Но не могу я и не похвалить Тенхага и старания его команды. Видно, что команда набирает. Видно, что команда, как команда, созревает, что у них какая-то появилась такая коллективная ответственность. когда играл Роналду, какой-то был бардак и как-то со стороны это смотрелось, что каждый футболист, каждый сам за себя. Там Фернандеш старался, были еще у некоторых футболистов какие-то выпады, но сейчас команда больше смотрится как единое целое. Поэтому работа Эрика Тенхага кидается в глаза самым-самым невероятным образом. Матч получился зрелищным, эффектным и эффективным. Следующий матч, о котором я быстро пройдусь, по которому я быстро пройдусь, это был матч Манчестер Сити Вулверхэмптон. Здесь традиционно Манчестер Сити включил свои высокие обороты и просто, просто и не дали ничего практически сделать своим соперникам. Наведу статистику у Вулверхэмптона за весь матч один удар в створ. Как можно что-то сделать с такой статистикой против такой машины Пепа Гвардиолы сказать трудно. Традиционно Эрлинг Холланд забивает в этом матче. Он делает хит-трик. Повторюсь, Эрлинг Холланд не набрал еще ту форму, которая у него была осенью. Хит-трик-то он делает, но здесь ничего сверхъестественного он не сделал. Первый гол он забил головой. Опять, гениальная передача Дебрюйна с таких передач, с таким ростом, с такой конституцией тела. Грех не забить. Второй гол он забивает с пенальти. И третий гол он забивает тогда, когда вратарь просто подарил мяч команде Манчестер Сити и Эрлинг Холланд расстрелял по простому ворота Булвархэмптона. Что приятно, что сохраняется интрига в АПЛ. Манчестер Сити дышит Арсеналу спину. Еще впереди очень большое количество матчей. И весенняя часть турнирной таблицы не мне вам говорить, она очень ответственная. Здесь мы весной можем наблюдать такую кардиограмму в турнирной таблице. Перемещаемся мы в Испанию, где Барселона принимала Хетафи. Матч понятно, что с турнирного значения очень был важен для Барселоны, так как они идут на первом месте. Они хотели набрать еще, сделать еще больший отрыв от Мадридского Реала, который в этом туре играл на выезде, который находится не в таком сейчас, ну как по мне, не в таком не то что положении, а состоянии. И футболисты Хави с первых минут принялись за дело. Футболисты Хетафи очень упорно и очень достойно отбивались. По статистике, конечно же, команда Хави выиграла полностью статистику 68%, но кроме этой статистики и статистики опасных атак, в принципе, удары команды Хетафи, по ударам команды Хетафи, что по ударам, что по ударам в створ, статистика была примерно равна из Барселона. То есть, они умудрялись из того маленького количества процентов владения мячом, они умудрялись выжимать максимум и, в принципе, неплохо это делали. Кого хочу отметить? Хочу отметить, конечно же, в этом матче Рафинью, которым очень недовольно руководство Барселоны в последнее время и очень много разговоров по поводу возможного трансфера Рафиньи куда-нибудь, но после перехода Михаила Мудрыка как-то это все осело. Руководство Барселоны сделали заявление, что Рафинья стоит сейчас около 80 миллионов и как-то немножко это осадило руководство английских клубов. Рафинья делает ассист на Педри, который забивает единственный мяч, единственный гол в этом матче. Педри конечно прибавляет и прибавляет при Хави. Я просто получаю наслаждение, когда я вижу как футболисты уровня Педри, уровня Габи, как они начинают на глазах развиваться и растут с такими тренерами как Хави и другие. Просто приятно наблюдать, что о человеке еще 2 года условно никто не знал и теперь на, теперь уже человек делает ключевые действия в матчах и очень важные. Кого бы хотелось отметить в составе Барселоне Тенштегер отстоял отлично. Вообще он традиционно в принципе хорошо выполняет свою работу, если ему конечно не накидывают какая-то сильная команда гору мячей. В защите мне очень понравились Серхи Роберто и Кунде. Ползащита Гави Педри и Бускец замечательно отстояли. Бускец смотрелся может быть немного хуже, но это только со стороны Бускец всегда выполняет огромный объем работы. И нападение Дембеле Фати Рафинья Дембеле с Рафиньей конечно смотрелись лучше чем Фати. Фати не может найти свою игру он даже не может вернуть самого себя там уровня сентября 2022 года как-то он намного ярче смотрелся возможно это после травмы я не знаю с чем это связано но он смотрится на уровне своих конкурентов ниже гораздо ниже я надеюсь он еще наберет форму парень молодой перспективный талантливый играет в классной команде в классном клубе с прекрасным тренером не знаю что должно конечно случиться чтобы он дальше не развивался это конечно уже не ко мне теперь поговорим еще об одном матче Ла Лиги Атлетик Бильбао принимал Мадридский Реал в этом матче конечно же хозяева очень хотели победить они понимали что Мадридский Реал сейчас на спаде и они понимали что такой Мадридский Реал можно ложить на лопатки порывы конечно были по статистике владение мячом у команд было одинаковое 50 на 50 удары были примерно тоже на одном и том же уровне а вот опасные атаки были полностью на стороне команды Атлетик но как-то опасные атаки они свои ну с реализацией проблемы они не завершали свои опасные атаки а Мадридский Реал наоборот у которого количество опасных атак было гораздо меньше но они показали хорошую реализацию они просто напросто на классе сделали результат в этом матче замечательный гол забил Карин Бензема там была в принципе атака замечательная Вальверде Асенсио и Карин Бензема Бензема лишний раз подтверждает что он не то что не зря там обладает золотого мяча Бензема лишний раз подтверждает что он не зря столько лет играет за мадридский Реал да хочу еще раз сделать акцент количество опасных атак в составе Атлетика 82 а количество опасных атак у мадридского Реала 29 то есть представьте какая разница и Атлетик все равно не сумел выжать результат из своих этих порывов и стараний после забитого гола мадридский Реал пытался сел немного в защиту они меньше старались идти вперед второй тайм по статистике полностью за футболистами Атлетика ну это и понятно хозяева летят в счете они должны сделать все чтобы хотя бы сравнять счет мадридский Реал умело конечно отбивался опять количество опасных атак зашкаливало в этом матче я такого давно не видел в ром тайме у Атлетика 50 опасных атак а у мадридского Реала всего лишь 10 но здесь опять мадридский Реал показал что они классом выше Карло Анчелотти делает важную замену в конце матча он выпускает Тони Кросса не знаю чувствовал он причувствовал это и Тони Кросс уже добивает окончательно Атлетик делает счет 2-0 уверенно уверенным таким ударом из-за пределов штрафной но Тони Кросс большой мастер поэтому мадридский Реал на классе здесь выигрывается счетом 2-0 хотя конечно тяжело с такими командами как Атлетик особенно у Атлетика дома тяжело это делать они такие команды как Атлетик они очень опасные они весь матч наседают и не раз уже Атлетик отбирал очки у лидеров Ла Лиги у Барселоны у Атлетика Мадрид и у Мадридского Реала это было это я на своей памяти прекрасно помню поэтому в Ла Лиге отрыв Барселоны от Мадридского Реала продолжается в активе команды Хави 44 пункта в активе Карло Анчелотти 41 пункт поэтому 3 очка для такого длинного расстояния это еще ни о чем не говорит еще и играть и играть сейчас будет весенняя ответственная часть там Еврокубки все остальное поэтому здесь поменяться еще может несколько раз все что ж перемещаемся мы в Италию в Турин где Ювентус принимал Аталанту это естественно был центральный матч Тура в серии А как вы многие знаете наверное кто не знает я сейчас скажу что Футбольная Федерация Италии аштрафала Ювентус они сняли с них 15 очков за финансовые махинации клуба и это еще не все там поговаривает что Футбольная Федерация Европы собирается наложить санкции также на Ювентус они собираются лишить права старую сеньору выступать в Еврокубках в следующем сезоне перед матчем Массимирана Аллегри сказал что они будут рвать и метать что в серии А что в Лиге Европы естественно они попытаются выиграть Лигу Европы в этом году чтобы на следующий сезон попасть в Лигу Чемпионов как о них это получится я не знаю и если даже это получится как я уже раньше говорил из-за санкций их просто могут лишить этого права хотя как по мне ну не совсем справедливое наказание от ФФ Италии так как получается наказываются футболисты которые в принципе и не виноваты в этих финансовых ну какое там имеет отношение Ди Мария тот же самый честный еще кто-то до того момента что руководство клуба делали эти финансовые махинации что они там отмывали деньги это как-то воровали и все остальное ну футболисты не имеют к этому никакого отношения и получается что здесь наказывают больше футболистов как-то не совсем это справедливо ну в Италии и в Европе в принципе и в мире мы очень часто видим что не совсем адекватные санкции накладываются на сборные на клубы и все остальное по матчу матч получился конечно же горячим с хоккейным счетом 3-3 статистика команд примерно равна единственное что я хочу учесть это то что у Аталанты отличная реализация 4 удара в створ и 3 забитых мяча и по статистикам в опасных атаках были лучшие подопечные Гаспорини во всем остальном конечно у Ювентуса не знаю может тот факт сыграл что их наказали сняли с них 15 очков ну я такого Ювентуса заряженного давно не видел до этого они играли на прошлый матч конечно они в серии а вообще в прошлый тур проиграли по полной 5-1 но до этого они выцарапывали победы там минимальные 0-1 1-0 но не было такого огня в глазах в этом матче прямо футболисты Ювентуса не частицы команды а комплексно играли отлично с огнем с таким желанием ну я давно не видел такой отдачи возможно я же говорю повлияли повлияли вот эти санкции футбольной федерации Италии Аталанта первая открывает счет здесь конечно же футболисты Ювентуса не могли долго на это смотреть и они в принципе относительно быстро сравнивают счет и делают счет 2-1 хотелось бы отметить мне блестящую игру Ди Марии уже традиционно он показывает отличную игру несмотря на свой такой возраст футбольный и хорошую показывает хорошее голевое чутье демонстрирует Аркадий Ушмирик который делает счет 2-1 после этого команда Масимелян Аллегри немного подрасслабилась и уже в начале второго тайма они достаточно быстро пропускают два мяча от Аталанты но после этого они опять собираются и делают статус-кво делают счет 3-3 и в принципе матч так и закончился за счетом 3-3 повторюсь очень приятно смотреть на то как у футболистов Ювентуса горят глаза такое впечатление что я же говорю какая-то детонация последовала от этих санкций и футболисты Ювентуса готовы рвать и метать у них многое не получалось многое очень много порол и вратарь исчезли стоял он как по мне ужасно но приятно смотреть еще раз на такую игру и если футбольная федерация Европы не наложит санкции на Ювентус по поводу участия в Еврокубках на следующий сезон то я смотрю что в Лиге Европы будет жарко в матчах с участием Ювентуса ну мне лично бы хотелось чтобы Ювентус хотя бы дошел до финала или как-то боролся так активно потому что как-то в таких турнирах как Лига Европы как-то они посилно ведут себя ну сколько я помню не очень они себя хорошо проявляют возможно это влияло возможно на это влияло то что они в принципе всегда находились там в топ части серии им по сути эта Лига Европы никогда не нужна была как по мне лучшими были в матче Милик Ди Мария Локотелли а также Данила все остальные ну кто на уровне играл кто не на уровне повторюсь ужасно провел матч честный вот этот хваленый защитник Бремер который тоже часто ошибался и из-за его ошибки команда Атланта забила гол в общем вот эта четверка выглядела лучше всех что ж я и дальше буду продолжать следить за футбольными событиями и выкладывать стараться выкладывать для вас мои подписчики и гости канала интересные видео от вас я конечно же жду лайки и давайте пообщаемся в комментариях субтитры Продолжение следует...